Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на послематчевую пресс-конференцию матча Арарат-Москва-Зоркий-Красногорск. Наш главный тренер Рожнов Василий Сергеевич. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. А что можете сказать? В последних минутах, тем более. Так что двигаемся дальше. Еще вопросы будут? Опезод с пенальти. Были ли там пенальти, по вашему мнению? Ой, это вы знаете, надо смотреть. Надо посмотреть по камере. Ну, с моей точки тяжело определить, было или не было. Надо смотреть кассету и с какой точки, но там было, не было. Не могу сказать. Со скамейки мне неудобно было. Не могу сказать ничего. А вы поняли ситуацию с перебитием пенальти? Что там произошло? Да, вратарь вышел раньше. Боковой же поднял флажок. Вратарь с линии вышел раньше времени. Боковой судья стоял и показал флажок. Вратарь вышел раньше удара. На линии должен стоять. Он вышел раньше времени. Это я понял. Все? Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, главный тренер команды «Зоркий Красногорск» Сергей Николаевич Иран, пожалуйста, ваши вопросы. Ну, хорошая игра была. Смотрел я. Рад. Хороший подбор футболистов. Может, где-то в это время нужно. А так, в целом, после «Сатурна» я просматривал по делу и готовились непосредственно сыграть дисциплинированно. Тактически грамотно нужно было сыграть. Потому что, еще раз говорю, есть исполнители, есть опытные игроки, плюс молодежь хорошая. И, ну, нам удалось, я думаю, то, что план на игру был тот, который я требовал с игроков. Они выполнили моментами, понятно, где-то и проседали. Но в целом, в целом доволен и результатом, и игрой. Потому что не играли сильно в атаку, ждали своего шанса. Первым таймом забили то, что классический. И второй момент был, там вратарь хорошо дотянулся у Арарата. То есть не дал второй забить в целом. Ну и контролировали матч. Я имею в виду в плане того, что Арарат старался где-то в усы, где-то разыгрывать, где-то вот эти передачи. То есть зоны мы забивали и старались быстро выбирать. Поэтому в целом доволен результатом. Потому что все-таки команда, сейчас зоркий, практически на первую игру доезжали футболисты. Понятно, не было ни сбора, понятно, не было и подготовки. То есть провалили. Здесь молодцы ребята. Я сказал, если сыграть то, что требую, значит будет положительный результат. Еще вопросы будут? Александр Иваньков получил травму или это было заменено? Ну, сегодня уже приехал на игру. Проблемы с ухом. Сейчас доктор разбирается. Но в целом надеюсь, что в ближайшее время он все-таки будет работать в общей группе. Сейчас посмотрим. А так в целом второй момент он получил удар чуть в висок или в ухо. То есть в этом проблема. Все? Спасибо. Спасибо. Спасибо.